Новая школа в Зенино на 1100 мест. Когда ждать открытия? К нам поступают жалобы. На основании этих жалоб приходит прецедент. Суд принимает решение. Суд постановил снести торговый павильон на Октябрьском проспекте. Начался демонтаж объекта. Здесь адреналин, здесь наша жизнь. Фельдшером быть. Люберецкие работники скорой помощи принимают участие в областном флешмобе. Сначала года было тяжело. Мы прям так вступали в игру медленно. Но сейчас я смотрю, что молодежь не уступает. Газпром Югра и Литовский Витязь в триумфе. Каковы итоги матча в рамках Лиги чемпионов по мини-футболу? Люберцы присоединились к акции «Защитим память героев», инициированной партией «Единая Россия». 23 февраля в городском округе прошли патриотические мероприятия. Местом притяжения люберчан в этот день стали мемориальные комплексы и памятники Великой Отечественной войны. Утро 23 февраля по сложившейся традиции начинается у мемориального комплекса «Вечный огонь». Почтить память павших защитников Отечества собрались представители общественных организаций, военнослужащие, ветераны и молодежь округа. Церемонию возложения цветов открыли депутат Государственной думы Лидия Антонова, глава Люберец Владимир Ружицкий и председатель Совета ветеранов Юрий Орехов. У нас в каждой семье живут, растут защитники, мы надеемся. И мы помним тех, кого сегодня нет с нами. И я вспоминаю своего отца, который прошел всю войну, своего деда, который прошел две войны. Я в этот день вспоминаю тех своих ребят, которые участвовали в горячих точках, защищали оборудовоспособность нашей страны. «23 февраля – это всенародный праздник красивых, талантливых, умных, сильных людей. Поэтому понятно, что мы в этот день поздравляем мужчин. Но я бы хотел поздравить и мужчин, и женщин, которые служат, служили. И кто-то будет еще служить с праздником. Всем пожелать добра, здоровья, благополучия. Ну и самое главное – мирного неба». В этот день было многолюдно и на Малаховском кладбище. Там находится братская могила советских солдат, которые в годы Великой Отечественной войны погибли от ран. В местном госпитале память павших героев почтили минутой молчания, после чего на месте захоронения воинов возложили красные гвоздики, как символ пролитой крови, отваги и мужества наших защитников Отечества. Луиза Игезарян, Петр Пономаренко, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Еженедельное оперативное совещание прошло в администрации городского округа Люберцы. Руководители структурных подразделений и силовых ведомств отчитались в проделанной работе. Наша съемочная группа присутствовала на заседании. Более 1700 обращений поступило в Люберецкую полицию на минувшей неделе. Из 19 дел, возбужденных за отчетный период, раскрыто 18. На территории обслуживания ведомства произошло 325 ДТП. Происшествия на дорогах обошлись без жертв и пострадавших. А вот спасателям пришлось столкнуться с тяжкими последствиями пожаров. Два пожара произошли с гибелью людей. Это город Люберца, улица Война, националисты, дом 16, квартира 26, подкип мужчина. И Люберца, СНТ, зеленый дом, дом 19, частный дом. Также обнаружен был троп, полная личность которого устанавливается. Это уже не первый смертельный случай, которые произошли на территории округа с начала года. Глава Люберец Владимир Ужицкий дал поручение провести совещание КЧС по пожарной безопасности и в очередной раз напомнить жителям о правилах обращения с огнем. Надо готовить КЧС с анализом по каждому случаю и что требуется предпринять, чтобы подобное не повторялось. Из-за погодных условий службы ЖКХ городского округа переведены в режим повышенной готовности. В резерве 27 аварийных бригад, которые будут справляться с внештатными ситуациями. Держат руку на пульсе и сотрудники дорожных служб. Зима, которая выдалась в этом году снежной, продолжается. Луиза Егезарян, Сергей Гвоздев, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Глава Люберец Владимир Ужицкий ответил на вопросы жителей городского округа. Встреча прошла в дистанционном режиме. Обращения к сотрудникам администрации поступали через социальные сети и по телефону прямого эфира. Какие ответы получили на свои вопросы люберчане, расскажет наш корреспондент. Перед тем, как приступить к диалогу с жителями, Владимир Ужицкий выступил с отчетом. Основной, на что обратил внимание глава Люберец, ситуация с коронавирусом и ход массовой вакцинации в округе. У нас заболело 6657 человек. Сегодня пока госпитализировано и лежат в стационарах 182 человек. На домашнем лечении 919. Выписано 5216. И умерло, к сожалению, 340 человек. В настоящее время у нас вакцинировано 8358 человек. Должно вакцинироваться, чтобы мы получили коллективный иммунитет не менее 60% населения. Следующий блок – зимнее содержание территорий. Уборкой люберецких дорог занимаются 8 подрядных организаций. А за состояние придомовых зон отвечают 66 управляющих компаний. У жителей городского округа накопилось по этой теме немало вопросов. Семенова Анна задает вопрос. Значит, крайне неудовлетворена уборка территории около торговых объектов. Особенно крупные торговые сети. Магнит улица, шоссей на улице, Дикси, Пятерочка на всей на стороне города. Адреса, которые сейчас указали, мы завтра же проедем, просмотрим. И примем все необходимые меры для уборки данной территории. Затронули люберчане и тему строительства социальных объектов. Жители ЖК Томилина ждут появления детского сада и школы. В конце года Минжилполом была утверждена новая концепция проекта планировки территории ЖК Томилина. Значит, там планируют школы на 2300 мест, садиков мест на 1110 и поликлиника на 300 мест. Обсудили также работу общественного транспорта, учреждений здравоохранения и планы по благоустройству парковых зон. Встреча с главой округа продлилась полтора часа. Все вопросы сотрудники администрации взяли в работу. Луиса Егезаря, Сергей Гвоздев, Денис Оугольников, телеканал ЛРТ. Работы идут по плану. В микрорайоне Зенина практически завершено строительство школы на 1100 мест. Сейчас ведутся отделочные работы и монтаж оборудования. Глава Люберец побывал в здании будущей школы и оценил выполненные работы. Строительство этой школы началось в 2018 году. По регламенту у строителей было 18 месяцев, чтобы полностью завершить все работы. С поставленной задачей подрядчики справляются. В соответствии с контрактом 1 марта они должны подать документы на получение заключения о соответствии. Завершаются отделочные работы. Идет монтаж технологического оборудования. В ближайшее время начнем клининг. То есть, в принципе, мы на завершающем этапе готовимся к извещению госстроенадзора о завершении строительно-монтажных работ. Площадь школы почти 19 тысяч квадратных метров. Помимо учебных классов и лабораторий, здесь есть актовый зал. Он уже готов к приему зрителей. Три спортивных зала, библиотека и большая столовая на 550 мест. Новая школа, которая получит порядковый номер 28, корпус 2, рассчитана на 1100 учеников. С вводом ее в эксплуатацию потребность в учебных заведениях в микрорайоне будет полностью закрыта. Хорошая современная школа. Я думаю, что в новом микрорайоне такие школы должны быть. И самое главное, люди на такие школы рассчитывают. Более того, у нас в последние годы есть некий стандарт, практика. Именно такие школы вводятся в эксплуатацию. Поэтому я думаю, что ребятишки, которые придут сюда учиться, они будут получать, кроме знаний, знания – это самое главное, ну и еще и удовольствие от школы, и от общения. Ожидается, что новая школа распахнет свои двери для учащихся 1 сентября. Также в 2021 году в городском округе планируется сдача пристройки к зданию школы 59 в деревне Марусино и двух новых школ в Томилине и Люберцах. Григорий Ворованин, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. На Октябрьском проспекте у дома 403 начали демонтаж торгового павильона. Администрация Люберец подала иск в суд, который признал постройку незаконной и постановил снести. К торговому павильону на Октябрьском проспекте уже все давно привыкли. И жильцы соседнего дома, и горожане, ожидающие автобусы, и пешеходы, которым почти не осталось места на тротуаре. Торговая точка не пользовалась популярностью. Здесь особо ремонтный мастераж, очки, аренда постоянно меняется. Бардак, конечно, полностью остановка, в ужасном состоянии все. В павильоне в основном находились ларьки с дешевыми товарами для дома, снеки и недорогая оптика. Арендаторов о сносе предупредили заранее, но часть товара все равно выносили буквально из-под тяжелой техники. До последнего не верили в то, что решение суда будет исполнено. К нам поступают жалобы, на основании этих жалоб прецедент происходит. Он в суд принимает решение, на основании решения суда сносится здание. Перед началом работ сотрудники МОЗГАЗа и электросетей обесточили и проверили все помещения. Территорию огородили и приступили к сносу. По окончанию работ весь мусор вывезут, а территорию благоустроят. Ирина Попова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Тайны малаховских экспонатов. Сотрудники Музея истории и культуры отметили Всемирный день экскурсовода. О том, как приходят в эту профессию, в нашем сюжете. Экспозиция деревенского быта. Загадки малаховки, старинные экспонаты и предметы военного периода интересуют Дарью Давыдову давно. Вот уже десятый год она рассказывает гостям музея об истории поселка. Мне очень нравится, красиво, интересно, старинные вещи. Хожу иногда в музей Люберецкий, там езжу еще в другие музеи иногда. Таким же посетителем раньше была сама Дарья. Востоковедение решила оставить ради изучения загадок родной земли. Начала исследовать и первый результат. В собственном доме нашла необычный экспонат. Это вышивка, выполненная бывшей хозяйкой дома, которая его строила в 1927 году. Я совершенно случайно нашла этот фрагмент, но очень часто вот такие какие-то интересные, необычные вещи нахожу. Тогда Дарья поняла, что выбрала дело своей жизни. Историю малаховки изучала уже в музее. Руководители сразу заметили энтузиазм Дарьи и слушатели она перешла в роль экскурсовода. Ее взяли на работу. И я всегда чувствовала, что меня окружает что-то такое, что хочется узнать, разгадать, понять, что меня окружают вещи, которые прожили уже какую-то свою долгую жизнь. Помимо ведения экскурсии, Дарья составила два тома энтиклопедии малаховки. В книгах сотрудница музея собрала все материалы и фотографии. Большая часть старинных предметов – это личные вещи местных жителей. Недавно Люберчанин подарил новогодние украшения. Принес нам две больших коробки советских елочных игрушек. Говорит, ну не знаю, нужно вам, не нужно, решайте сами. А он как открыл, мы забыли обо всем на свете. В экспонатах отразились ключевые события страны. Развитие сельского хозяйства, освоение космоса и даже сказки Александра Пушкина. Теперь эти истории можно увидеть в Малаховском музее. Айтадж Чарагова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Фельдшером быть. В Московской области проходит флешмоб, посвященный профессиональному празднику сотрудников скорой помощи. Медики делятся в социальных сетях своей истории прихода в профессию. Люберецкие фельдшеры не остались в стороне и тоже рассказали о себе. Смена Ирины Ефремовой началась в 9 утра. Впереди рабочие сутки. Первый вызов пациента поступил практически сразу. Сейчас мы едем к женщине, 88 лет, болит живот. Болит в течение нескольких дней. Других жалоб не предъявляет. Карантина нет, температуру вроде бы не измеряла. Ну, сейчас разберемся. Угадать, каким будет очередное дежурство, невозможно. Порой от одного пациента приходится сразу отправляться к следующему. Пока есть небольшой перерыв, Ирина в свой профессиональный праздник объясняет подписчикам, почему она выбрала именно эту непростую работу. И что для нее значит фельдшером быть. Здесь адреналин, здесь наша жизнь. Скорая помощь для меня – это как болезнь, как хроническое заболевание у многих наших пациентов, так и скорая помощь для нас тоже хроническое заболевание. Поменять структуру были соблазны, но нет, это уже как вот… Это как наша семья, вот жизнь наша, из нее не уйдешь уже. Свою семью Ирина тоже создала благодаря профессии. Во время учебы в медицинском колледже она познакомилась с будущим супругом. Встреча в кабинете анатомии оказалась судьбоносной. По словам главы семейства, случайности в их жизни происходят часто. Я делаю ей предложение, и тут как раз на заднем фоне салют начинается. Просто вот как-то случайно так совпало. Я был очень рад, что это вот так случилось, прям как в фильмах. Сейчас супруги Ефремова не просто коллеги, а работают на одной подстанции, но в разные смены, чтобы по очереди приглядывать за дочкой. Судя по любимым игрушкам, маленькая Арина пойдет по стопам родителей. Завершил работу временный стационар для больных коронавирусом, который был размещен на базе ФОК. Сейчас оттуда вывозят оборудование и готовят помещение к косметическому ремонту. Наша съемочная группа узнала, когда двери физкультурно-оздоровительного комплекса откроют для спортсменов. Экстренное перепрофилирование Люберецкого ФОК началось в конце октября. За полторы недели спортивный объект стал ковидным госпиталем. Косметический ремонт и переоборудование помещения взяли на себя сотрудники ЛГЖТ. Сейчас эти же люди возвращают все на свои места, перевозят мебель и конструкции на склады больницы. У нас стоит задача, чтобы все это вывести отсюда и сделать косметический ремонт. И предоставить нашим спортсменам в первозданном виде данный объект. Даже, может быть, еще и лучше. Будем стараться для наших люберецких спортсменов. Со своей задачей сотрудники управляющей компании справятся за полтора месяца. В апреле сюда начнут завозить спортивное оборудование, которое все это время хранилось за пределами ФОКа. Начнем готовить ФОК уже к проведению мероприятий спортивных, тренировок. Честно сказать, все уже соскучились. И работники учреждения, и сами спортсмены, и тренеры, которые здесь были. Вот настал такой хороший момент. Спортивная жизнь окончательно закипит здесь в мае. Именно тогда начнутся первые после долгого перерыва занятия. Во время летних каникул Люберецкий ФОК будут готовить к учебно-тренировочным сборам. Луиза Игязырян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Министр физической культуры и спорта Московской области, куратор Цур Люберец Роман Терешков посетил научно-производственное предприятие «Звезда». Совместно с главой округа Владимиром Ружицким он ознакомился с работой компании, осмотрел демонстрационный зал и спортивный комплекс. На экскурсии побывала и наша съемочная группа. В музее научно-производственного предприятия советским собакам-космонавтам посвящена самая первая экспозиция. Следом идут скафандры Юрия Гагарина, Валентины Терешкова и Алексея Леонова. Все по хронологии космической летописи. И все это сделано именно здесь. Скафандр был достаточно простой, тут просто подача кислорода была и виселяция, не более того. Люберецкая «Звезда» славится не только своими научно-техническими разработками, но и собственным спортивным комплексом. Сотрудники предприятия играют в волейбол, настольный теннис и футбол, принимают активное участие в массовых соревнованиях. Самым успешным спортсменам Роман Терешков вручил благодарственные письма. Мы на территории Московской области хотим запустить корпоративную лигу. Мы начали эту практику корпоративной лиги еще в 2015 году, когда у нас в ней участвовали органы государственной власти. Она прошла в достаточно хорошем уровне. И сейчас наша задача вовлекать не только чиновников, не только муниципальных и государственных служащих, но и тех людей, которые работают на наших предприятиях. Их у нас огромное количество. Уже около 40 предприятий столичного региона выразили желание стать участниками корпоративной лиги. Среди них и Люберецкая «Звезда». Скоро коллектив предприятия примет участие в товарищеском матче по хоккею. Соперниками спортсменов станут команды из администрации городского округа Люберца и правительства Московской области. Луиза и Гязырян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В Люберцах прошел турнир по стрельбе с пистолетом Акаровым. В твердой руке и с зорком глази состязались 9 команд. Среди участников были не только сотрудники правоохранительных органов, но и представители гражданских профессий. Григорий Борванин узнал, как выбить 100 очков из 100 возможных. Во время учебы в университете МВД Максим Бажанов профессионально занимался стрельбой. Навыки, полученные в ВУЗе, лейтенант внутренней службы сейчас применяет на практике. В основном во время турниров по стрельбе. На этих соревнованиях из 100 возможных очков выбил ровно 100. Говорит, помогает установка, которую давал ему тренер. Теперь сам обучает стрельбе сослуживцев. Я хочу обучать людей. У меня это хорошо получается. У меня есть хороший тренер в университете МВД, которым он занимается до сих пор. Все эти знания, которые я до сих пор передаю новому поколению. Соревнования по стрельбе, посвященные Дню защитника Отечества, проводятся уже шестой раз. В этом году в них участвуют сотрудники прокуратуры, полиции, народной дружины и администрации городского округа. Свои 10 выстрелов в зачет турнира сделал Владимир Ружицкий. Желательно стрелять уметь, но чтобы в жизни это не пригодилось. Задача мужчины – оружием владеть. Поэтому сегодня мы попробовали вспомнить некие навыки, которые были в свое время. Я все время тоже служил в вооруженных силах, поэтому приходилось стрелять из разных типов оружия. Сегодня немножко в очередной раз вспомнили, что это. Победителями турнира стали сотрудники полиции. Те, кому по долгу службы нужно уметь стрелять точно. На втором месте стрелки из команды «Спартак». Бронза у представителей Общественного совета управления МВД. Григорий Ворванин, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Футбол вернулся. Во дворце спорта «Триумф» в рамках Лиги чемпионов по мини-футболу клуб «Газпром Югра» принимал «Витис» из Литвы. Победа в одноматчевом противостоянии гарантировала выход в финальную стадию. На игру с литовским «Витисом» подопечные Владимира Колесникова вышли с четкой установкой. Не давать сопернику шансов даже на малейшую атаку. Задача выполнена. Югорские футболисты заперли своих визави на чужой половине поля. И все же шанс у гостей был. В середине первого периода в ворота югорчан судья назначил пенальти. Не забиваешь ты, забивают тебе. Этот принцип сработал и в этот раз. Спустя 14 минут после стартового свистка югорская дружина повела в счете. К перерыву счет на табло был уже 2-0 в пользу хозяев площадки. На 18-й минуте гол забил Александр Пирогов, который еще недавно выступал за дубль. Ребята собрались. Сначала года было тяжело. Мы прям так вступали в игру медленно. Но сейчас я смотрю, что молодежь не уступает. Александр Виноградов растет на глазах. Пирогов, Панкратов. Молодым его уже назвать. Просто действительно такое уважение к ребятам, что это прогресс. На игре были болельщики литовского клуба. Для их команды это первый турнир подобного уровня. Уровень югры, конечно, повыше. Это абсолютно объективно. Просто не хватило мастерства. Не хватило, конечно, техники. Литовские футболисты все-таки уступают югре в принципе. Итоговый счет 3-0 в пользу «Газпром Югра». У них есть все шансы повторить успех 2016 года и завоевать Кубок Лиги чемпионов УЕФА. Финальная стадия турнира начнется 28 апреля в Минске. Григорий Ворованин, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В Люберцах завершились всероссийские соревнования по боксу. В памяти мастеров спорта Юрия Капитонова, Владимира Кузина и заслуженного тренера России Александра Щедеркина. В финальную стадию турнира вышли 20 боксеров. Каждый перед этим провел по 4 поединка. Григорий Ворованин продолжит. Из пяти люберецких спортсменов в финал пробился только Антон Шмаков. Говорит, к решающей схватке на ринге был готов как никогда. Но соперника не допустили до боя из-за травмы руки. Конечно, обидно. Сейчас тут все люберцы собрались, поддерживают, а у меня нет финального боя. В финал я дошел, но, к сожалению, не порадовал вас красивым, красочным боем в финале. По накалу страстей на ринге этот турнир не уступал первенству Европы или мира. В финальных поединках каждый боксер старался нанести сопернику как можно больше точных ударов. Боксеров всеми силами поддерживали болельщики. Они радовались и огорчались вместе со спортсменами. Многие спортсмены, участвующие в этом турнире, к званию мастера спорта шли не один год. Некоторым для победы не хватило нескольких очков. Очень важно приводить такие турниры в ЦФО. ЦФО – это очень значимый турнир, считается, так как у спортсменов есть возможность выполнить здесь мастеров спорта. Это в дальнейшем поможет нам развивать спортсменов. Для них будут открыты многие двери. О том, как дорога победа, не понаслышке знает Светлана Кулакова. Бронзовый призер чемпионатов мира и Европы по боксу, чемпионка мира по кикбоксингу, на Люберецком турнире присутствует впервые. Во время поединков смогла профессионально оценить уровень подготовки спортсменов. Женский бокс, конечно, отличается от мужского. У нас красивее. У нас более ожесточенные бои проходят. А здесь, конечно, сила. Впереди у боксеров новые турниры и новые победы. И те, кто не смог подняться на высшую ступень пьедестала в этот раз, сможет повторить попытку через год. Григорий Ворванин, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. На кореневском карьере собрались любители квадроциклов. Соревнования приурочили ко Дню Защитника Отечества. Рев моторов, скорость, морозный ветер не спугнули даже самых маленьких любителей драйва. Яркая балаклава, перчатки, шлем. Гонкам на квадроциклах готова. Анастасия Йорова – единственная женщина, которая соревнуется сегодня в заездах. Поддержать участницу приехали ее муж и дети. До рождения своего старшего сына я ездила. Это было лет 12-13 назад. Но это были только любительские соревнования. Потом был перерыв. К состязаниям вернулась три года назад. Анастасия, как и все остальные, соскучилась по скорости. На соревнования приехали участники из столичного региона – Тамбова, Воронежа и Брянска. В очередной раз решили провести соревнования по традиции, так скажем, на льду. Более интересно, чем проводить их на грунтовом покрытии. Трасса сложная, но те, кто попробовали, пока все довольны, всем нравится. Снежную трассу проверили. Старт соревнованиям дали. Гонщики участвуют в парных заездах. Так быстрее, да и дух соперничества не теряется. Два круга участникам нужно преодолеть на время. Отдельно провели детский показательный заезд. Смотрите, да, это бензобах. Скорость переключать здесь, хорошо? Самому юному участнику три года. О безопасности своих чат родители не беспокоятся. Главным правилом научили и любовь к адреналину привили. Ну, папа участвует, дедушка участвует, мама – нет. В соревнованиях участвовали 50 человек. Победителям вручили кубки и аксессуары для транспорта. Айтадж Чирагова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В хоккей играют не только на стадионе, но и во дворах. В Олюберцах провели очередной четвертый по счету турнир по хоккею среди дворовых команд. За баталиями на льду наблюдал и мой коллега Григорий Ворванин. На первый в этом году турнир по дворовому хоккею заявлены четыре команды. Это, говорят организаторы, хороший результат, учитывая морозную погоду. Никита Шумилов из команды «Синих» трудностей не испугался. Хоккейную четверку набрал из сверстников. Совместную тренировку провели за несколько минут до начала игры. Мы вначале сделали разминку, потом попасовались друг с другом. После этого пытались забить гол ворота. Попасть в ворота – трудная задача. Вместо вратаря – специальный баннер с отверстиями. Играют три периода по 10 минут. И это далеко не все правила дворового хоккея. Шайбу мы не поднимаем, потому что площадка небольшая и многие как бы без защиты. Поэтому участвовать могут папы, мамы, дети. Команды будут, грубо говоря, разные. Организовали турнир инициативные жители дома 8 на Октябрьском проспекте. Помог Люберецкий городской жилищный трест. Специалисты управляющей компании тщательно подготовили лёд, чтобы шайба скользила лучше. Если такие жители побольше, вообще всё просто и легко. Нам что нужно? Нам нужны инициативные люди. Вот они собрались. А наше дело, как управляешь компанией, мало. Поддержать их, чаепитие организовать, пирожки какие-то, сдобы. И всё, вся радость и весь праздник. Победители турнира по хоккею среди дворовых команд получили медаль, Кубок чемпионов и приглашение на следующие соревнования. Организаторы не исключают, что хоккейные баталии продолжатся до тех пор, пока не растает лёд. Григорий Ворванин, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. На этом выпуск завершён. Ещё больше подробностей на нашем сайте и в сообществах соцсетей нашего телеканала. Всего доброго. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова